И снова к событиям в Крыму. Вчера там пострадали журналисты, среди них репортеры и операторы нашего телеканала. Сейчас они уже вернулись в Киев, их жизни больше ничего не угрожает. Мы постарались восстановить события вчерашнего вечера. Напомню, все началось с того, что группа вооруженных людей попыталась штурмовать украинскую военную часть А-2355, это под Севастополем. На место событий тут же прибыли журналисты, штурм прекратился, но нападавшие переключили свой гнев на прессу. Неизвестные вооруженные люди захватили и жестоко избили корреспондентов и операторов. Изъяли технику и документы, угрожали расправиться не только с ними, но и с членами семей. Это уже не первый случай в Крыму за последние дни, когда к журналистам применяют силу и не дают работать. Вполне возможно, что подобные акции имеют спланированный характер. Так что же произошло вчера у ворот части А-2355? Об этом наш репортаж. Штурм командного пункта токсической группы Крым начался поздно вечером. Это важный стратегический объект, прикрывает воздушное пространство от Крыма до Николаева. Как рассказывают военные, грузовик «Урал» начал таранить ворота, после чего на территорию попытались проникнуть около полусотни вооруженных военных. В ходе было предупредя, что они будут открывать огонь на поражение. В итоге часть не захватили. Руководство командного пункта предполагает, что это могла быть провокация. Пытались вынудить украинских военных открыть огонь. Подразделения регулярных российских войск, я уже говорил, захватили это подразделение. Ну, как бы не захватили, а проникли на территорию подразделения. Потом в ходе переговоров достигнута оговоренность о оставлении этой территории. На место прибыли сотрудники различных СМИ, в том числе и две наши съемочные группы. Там они увидели вооруженных людей в военной одежде. Нам в руки попало эксклюзивное видео с места происшествия. Далее без комментариев. Далее без комментариев. Совесть будет лучше сужить вас, б***ь, мутер. Вы будете прокляты, надо сужить, будете прокляты. Совесть имеете. Вы не люди, б***ь, как поступаете. Лежайте домой. Стефонечка, не надо. Не смейте, ребят. Кого вы защищать пришли? Вы только в беду принесли сюда и горе приносите. А после событий развивались так. По словам коллег, возле части появились представители местной самообороны. Видимо, внимание прессы не входило в их планы. Они окружили журналистов и в первую очередь жестоко избили операторов. Одному из операторов Интера досталось больше всех, как рассказал наш журналист Андрей Цыплиенко. Он был там же. Коллеги предположили, что оператору сломали челюсть. Ребята решили срочно ехать в больницу. Отъехав от опасного места на небольшое расстояние, поняли за ними погоня. Это кадры утреннего выпуска новостей на Интере. Журналист Евгений Анаприенко на прямом включении. Рядом с ним Андрей Цыплиенко. Подробности, которые он рассказал, просто шокируют. Мы заметили, что за нами едет внедорожник. Едет внедорожник и явно нас прижимает. Вдруг появился второй внедорожник. Эти две машины нас очень технично зажали на заправке. Выскочили ребята, открыли дверь, выхватили камеру, разбили. Но мы поняли, что на самом деле дело серьезное. Мы развернулись и уехали. За нами уже ехали две машины, два внедорожника. Нам мощности просто не хватило уйти от них. Нам перегородила третья машина. На дорогу прямо на кольце подъехали эти люди. Окружили нас. Я, честно говоря, людей не считал, но думаю, что около девяти человек. Я просто обратил внимание, что у многих, ну как минимум у пяти-шести, пистолеты Макарова. То есть стандартные пистолеты Макарова. Пару выстрелов прозвучало, они нас вытащили из машины, положили лицом в асфальт. Я просто подумал, что это не та ситуация, когда нужно проявлять героизм. Тем более с нами была девушка. И они нас положили, начали методично избивать. Забрали документы, забрали, ну, деньги, понятное дело. Вот. Документы, что еще? Технику, самое главное. Вот работали очень, ну, я могу сказать, действовали они очень профессионально, технично и слаженно. С одной стороны, деморализуя, с другой стороны, вот. Ну, я думаю, что стреляли они как раз для того, чтобы, ну, как бы... Запугать. Запугать нас, да, деморализовать. Документы нашим ребятам так и не отдали, начали угрожать. На мою просьбу говорю, ребята, вы хоть документы верните. Вот. Они сказали, что документы не вернут. Теперь они знают, кто мы. Ну, мы, собственно, и не скрываем, кто мы. Вот. Где вы живете и где живут ваши семьи. То есть это была прямая угроза нашим семьям. После наши коллеги сразу же поехали в больницу. Там же дали объяснение милиции и написали заявление. И нажмут подробности телеканал Интер.